Седьмашин в Сибирске. Сергей Горьков, я предстарат. Сначала, наверное, мнение игры по традиции. Потом вопрос. Пожалуйста, Сергей. Я думаю, что мы, в принципе, контролировали всю игру. Игра шла под нашу ликтовку, но, к сожалению, старт использовал те моменты, которые мы допустили ошибки. Тех моментах, которые допустили ошибки. Считаю, что максимальная у них реализация практически была. Но и пропускать, откровенно говоря, такие нелепые голы у нас уже в традиции. Мы натворили бед взорком, откровенно говоря. И сегодня у нас эта эпопея продолжилась. Молодцы, что не отошли от плана игры. Молодцы, что боролись до конца, проявили характер. За эту команду надо победить. Среди любых, пожалуйста. Ну, за самодачу своих ребят у меня никаких денег нет. Знаете, какое у нас такое уложение, что ряд игроков просто выходит и играет на уколах через «не могу». И то, что непонятно, что случилось в конце игры, знает прекрасно, когда нас удаляет. И, конечно, у нас и так защитник никого не осталось. И, естественно, конечно, без двоих игроков очень тяжело играть. Но еще раз пытаюсь, что у меня в бригаде денег нет за самодачу, за тот настой, который уже не вышли. Все, больше ничего не застал. Пожалуйста, если у вас вопросы. Сергей Деничук, первый этап «Семаш» играл достаточно пассивно. Какие-то меры для интертрейнера в первую команду заигрался? Мы первый этап играли, я думаю, что первым мэном. Я думаю, что на угрозах играл второй контакт. Просто у нас не удавалось. Не удавался быстрый переход из обороны в атаку. И поэтому всегда в контратаке не получался. Постоянно позиционка была. Игроки старт успевали откатиться все назад. Преодолеть мы, к сожалению, не смогли. Не могли найти путей. А второй немножко добавили скорость. Стали использовать именно тех игроков, у которых сегодня идет игра. В первом тайме все равно давали поиграть некоторым ребятам. Но второй уже больше целенаправленно стали действовать именно теми игроками, которые на ходу, которые более уверены. Наверное, может, это и сказалось. Пусть я еще раз говорю, что пара мячей просто необязательных было. Поэтому это немножко забывало из колеи на вот эта ситуация. Сергей Душев, стандарты, которые разыграл штрафный Сепсимаш, для ваш команды откровеннее, кстати? Да нет. Почему? Я просматривал много. Убязать в 17-го команда Сепсимаш. В большей степени разыгрывает. Когда нам ждать серверину, старше? Ну, вот сейчас выйдем. Следующий брус с гидром. Потому что мы сегодня опять делись на погоне. Еще один игрок защитный. Получил травму в конце середины второго конца. Мы играем в защиту. У нас Саша Потяшин в конце играл в защиту. Еще один смотрим. Если нет, мы будем говорить прямо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.